День взятия Бастели отмечают в Киеве. Энтузиасты разработали экскурсионный маршрут, который соединяет два французских ресторанчика в украинской столице. По пути гид рассказывает о связях Франции с Украиной. Причем история отношений стран начинается со времен Киевской Руси. На экскурсии побывала наша Инесса Занина. Золотые ворота – первая остановка на французском маршруте в Киеве. Через них весной 1049 года послы Франции въехали в город, чтобы просить руки дочери Ярослава Мудрого для своего короля Генриха I. Это был первый официальный визит европейских дипломатов в Киевскую Русь. Интересно, что в составе этой делегации был епископ Готье Савиер, если перевести на русский язык, Готье Всеведущий. Вот интересно, да, получается, Всеведущий прибыл с важной миссией просить руки его дочери у Мудрого. Ниже по Владимирской оперный театр. Здесь играла Сара Бернар. Ей киевские студенты подарили серебряный лавровый венок. Благодарность за дешевые билеты. Эти стены помнит и балетного гения киевлянина Сергея Лифаря. Свою золотую туфлю этот своеобразный балетный Оскар он получил от Шарля де Голя. Теперь экспонат в музее Киева. Серж Лифарь стал для Франции тем же, чем в свое время Мариус Петипа стал для русского балета веком раньше. Но Сергея Лифарь никогда не имел французского гражданства, хотя ему его и предлагали. Оставался в душе всегда киевлянином и говорил, что даже самый прекрасный Париж не может для меня, киевлянина, превысить образ могучего и величественного Днепра. Нынешний театр русской драмы был первым стационарным цирком в Киеве. Его постройку заказал француз Огюс Бергонье в 1875 году. Затея прогорела и цирк перестроили в театр. Здесь впервые киевляне познакомились с синематографом. А в 1913 в столице гастролировал известный французский комик Макс Линдер, научивший украинцев танцевать танго. Блистательные гастроли прошли Макса Линдера и главным сюжетом его выступлений был скетч «Любовь и танго». Францию в Киеве можно распознать в знаменитых фонтанах. Один из них возле Золотых ворот. Его прообраз находится в парижском квартале Море. Верхняя чаша украшена маскаронами. Эти липные маски – копии лица мастера, который руководил созданием чуда. В конце 19 века в Киеве появились шесть изумительной формы фонтанов. Один из них мы сейчас с вами видим. Это фонтаны, которые созданы по проекту архитектора немецкого происхождения Александра Шиле, но отлиты они на машиностроительном заводе Алексея Термена. Этот инженер имеет глубокие французские корни. У старых фонтанов есть свои поклонники. Ольга не устает писать их в любую погоду. Признается, они ее завораживают. Раньше я писала с натуры очень много в разных состояниях. Я любила и в дождь стоять, и в холод, и в чуть ли не мороз 20 градусов. Мне было очень интересно, я это все изучала. Потом я понимала, что я вообще могу с натуры не писать. Я могу задумывать. То есть я иду, я вижу какой-то момент, прихожу в мастерскую и пишу это по памяти. О Париже можно помечтать в уютных французских ресторанчиках, расположенных в укромных уголках украинской столицы. По дороге от одного к другому во время специальной экскурсии мы и узнали много удивительного о тесных связях наших стран. Таких далеких, но почти родных. Инесса Занин, Александр Копыловский, ЮАИ ТВ.